Девочка-пай Взяв свою долю имения, ты ушел от отца Ушел в страну удовольствия, похоти и греха Там расточил радость, мир, покой, все свое имение И огорчил тебя, любящего доброе сердце отца Но помни, любит он тебя, любовью тот же, как тогда Приветствую вас, друзья Сегодня с вами Ведвага Ведвага, как вы знаете, это не только наш благотворительный фонд Это не только наша подвалная церковь Это не только наша заголнодержавная христианская газета Это также наша передача, передача Ведвага Как мы в прошлый раз говорили, мы говорили о любви Господне Которая настолько велика для каждой люди Который виндал Сын Свою Единородную Дабы всякий верующий в Него не загинув Але мав життя вешено Так как в Писании Иисус сказал Нет больше той любви, кто положит душу свою Заближенную свою Дорогие друзья, сегодня я хотел бы Читать еще одно место Очень интересное место, которое говорит Господь через апостола Яна Смотрите, какую любовь дал нам Отец Чтобы нам называться и быть детьми Божьими Какую великая любовь Бог дал нам Нам, тем, которые уверовали Приняли Иисуса в свое сердце Чтобы быть детьми Божьими Сегодня такое дитя является Мы собеседник Спевразмовник Юлия Матюхина Юлия, я рады Вачете тебе Рады, что сегодня ты с нами Я скажу, что Юлия член нашей церкви Член нашей молодой церкви Еще несколько лет назад Даже речь не шла о нашей церкви Еще несколько лет назад Ну, имеется в виду 10 лет назад Никто не подумал Думку не приходило Но когда Бог положил наше сердце Мы нашли трудиться Мы бачили, что все люди меняются Касаются Юлия у нас живет уже 9 Как она сказала передо мной 9 месяцев Она находится у нас В нашем фонде В нашем подвале Но, друзья, я имею в виду Я надеюсь, что Бог найдет Того человека Добродетела Который может купить нам Большое примещение У нас очень много людей У нас нема куда их поместить Они хочут служить Богу Они хочут найти Я знаю, что это временное явление Но я однажды Этот день найдет Этот день дойдет Когда мы проповедовали на улице Я так само говорил Придет день Когда нам, видите, этот подвал 300 квадратных метров маловато Поверьте, мало Нас не хватает места Наш зал Уже маленький А я верю Бог придет Через кого-то придет Я молюсь за этого человека И Бог благословит его Чему? Вот так же Писание Благотворяющий бедному дает Займи Господу И он воздаст за благодеяние его Ну, ладно Мы сегодня говорим о Матюхине Матюхина Юля Которая буквально 2,5 месяца назад Приняла водное хрещение Это было 15 июля Она приняла водное хрещение И сегодня, я скажу, что поменялось ее облик Она вообще стала другим человеком Давайте познаемся с Юлей Еще раз витаю, Юля Я рад за тебя Ты можешь рассказать в нескольких словах О, куда ты народился Что привело И, врештый, что привело до нас и до Бога На этом месте Ну, я буду на русском языке Мне так легче Ничего, я вообще родилась В Заречном Целы чем из кого-то типа Это на Полесье Вот Ну, папа есть у меня, мама У нас всех четверо детей У меня две старших Сестры и брат Я самая младшая Вот мне 35 лет Вот мы прожили там в Заречном Батька у меня военный И вот он получил квартиру здесь ровно Мне тогда было 9 лет Ну, там, я так толком не помню Не могу сказать почему Там, но мы с отцом вдвоем переехали сюда жить В эту квартиру Я пошла в школу, в 25-ю школу Там несколько подружек Ну, в основном я с хлопцами дружила почему-то Ну, так как-то было всегда В футбол играла? Не скажу, чтобы там спортсменка Футбол, баскетбол любила Плавать любила Ну, бассейн, то есть Ну, вот я главное, что знаю Что вот в 11 лет Я уже курила Уже курила Уже конкретно курила Конкретно? Это значит, что? С утра встала И сразу за сигаретой? Ну, не так, как потом 11 лет? Да, ну, я уже курила Ну, дальше интересно Пряталась, хавалась Но я уже курила Это было вполне вещей уже А где деньги брала? Ну, я не скажу, где брала Ну, где как-то тогда, наверное, было как-то легче с деньгами Я не знаю, в те времена Это сколько лет уже прошло Как-то, наверное, ну У папы, наверное, брала Где-то, не скажу Ясно, и что? И дальше какая-то судьба доля? Ну, в школу там 5 классов я закончила А потом уже пошла в 6 класс Ну, я же говорю Я у меня просто там Я по жизни потом немножко так пострадала Я сейчас не могу там много помнить И сказать, что там, как, почему Я знаю, что уже 6-7 класс я не заканчивала Не училась здесь вровно И когда мне просто уже выполнилось Еще не выполнилось 14 лет У меня получилось там криминал Но так как мне не было Я не была совершеннолетняя У меня получилась административная ответственность Вот у меня был суд Там на суде был папа И там прокурор или кто-то там запросил Что, мол, 3 года Спец ПТУ Папа сказал, что пусть поедет, конечно Моя хорошая И отправили тебе в ПТУ И отправили меня в это СПТУ Я там, конечно, проклинала, честно говоря Там, ну так, образно говоря Что я так переживала Но я вот в этом спец ПТУ Я закончила там 6-7 класс Получила 2 профессии Там швея, мотористка И маляр-строитель штукатур С третьим разрядом И когда я немножко раньше Ну, немножко раньше я вышла Ну, там тоже не помню, не скажу, как там Но все мои вот эти вот подружки Друзья, которые у меня были Я же просто не сказала сразу Что я в этом времени Вот до 14 лет Я уже пробовала наркотики всякие То есть я уже и кололась Не скажу, что там была полностью Там в системе, как там тогда По-нашему говорили Но употребляла, когда была возможность у меня И все мне говорили У меня много друзей То есть мужского пола были Что неправильно ты делаешь Ну, и не буду говорить, как они говорили Но просто неправильно ты делаешь Ну, и дальше годы полетели И просто когда я вот освободилась, как сказать Что я посмотрела на всех, кто меня пытался научить Что они все были полностью в этой системе В зависимости В зависимости, да И, ну, как я себе подумала Лучше я горилку буду пыть Чем, там, так это для меня Да, чем колодца А не можно было, что и не колодца, и не пить? Саной Тигранович, я сейчас не могу сказать Можно или не можно Но если я это делала, значит не можно было Наверное, просто А, для тебя просто это не можно Ты должна была бы чем-то быть зависимым Чем-то Пустоту эту напомнить надо было Наверное, просто что я, во-первых, никогда не любила быть дома Мне постоянно нужно было Я же говорю, мы с самого детства Убегали, там точки тогда были, там в подвалах Домой не ходили ночевать Это было просто давным-давно уже Это все И до чего привело, Юля, это все? Ну, к чему привело, вот Я говорю, я не скажу, что как Я в Белоруссии, я жила, но моя мама родом оттуда Ну, там у меня тоже, там я пьянствовала Тоже попадала во всякие такие гадкие ситуации Отношения с близким, родным обострились, да? Ну, обострились, конечно, уже доверия ко мне никакого уже быть не могло Ну, я просто скажу по прямому Они заметили, что ты просто вычуждалась И все стало чужо Совсем Полностью я так отдалялась У нас никогда, я же говорю, что вот С моей вот сестрой У нас никогда не было как сестра с сестрой Там вот поговорить о чем-то никогда Потому что у тебя всегда были заняты голова инши У меня свое, у них свое Вот у меня такое было понимание У меня своя жизнь, у них своя Ну, как-то себя несчастно там считала, конечно Никому не нужной Обида Обида, да, это все Как у любого человека просто Который живет в мире И глядит на это все Ну, вот это вот Пять лет просто Ну, просто много можно рассказать Но вот Типа любовь у меня там Появилась там Любимый Как будто бы Да, ну, понятно Это времени такие явяющие Потом и исчезающие Пять лет мы прожили Сказать так по-прямому Мне сейчас его просто жаль Вот И просто что Все пять лет я так сейчас Проанализирую вот эту вот жизнь Которая была Там Какой любви там можно говорить Напиться Уснуть и проснуться И опять напиться Вот это вся любовь Беда Как раз в том Что люди Не могут найти себя Ну, Юля Дальше там Ну, хорошо И до каких пор пились Ну, все время Все время Я употребляла До Сколько лет Ну, вот сейчас Мне уже 35 лет Получается Ну, я не знаю Я всю жизнь Что-то употребляла Вот и все Спокойно не сидела Да, всегда Ну, хорошо И когда Когда однажды Слово Божие Смотри, я читал Смотрите Какую любовь Дал нам Отец Чтобы нам Называться Бедами Божьими Когда ты чувствовала Все-таки Пришел же такой день Когда ты внутри Вечувала Такое Такое чувствование Что Ты нужен Богу Ты нужна Богу Ты такое чувствовала Когда-нибудь Вы знаете О Боге Когда слышала Первый раз Вы знаете Опять же Санути Игорь Иванович Не хочу врать Я потому что Очень не люблю Врать сейчас Не сейчас И никогда Не надо врать Ну, вообще В этой жизни В которой я живу сейчас Лучшая горькая правда Чем сладкая ложь В этом я убедилась Бог Ко мне Я может просто Я не умею Так как правильно сказать Он мне давно уже Давал понимать Потому что я попадала Вот я проходила Реабилитацию Бог мне давал понимать Что-то неоднократно Чувствовала Я неоднократно Понимала Я понимала Но Как я себе Просто придумала Или может Я не знаю Что в каком кругу Ты общаешься Таким ты и будешь Вот было мое Независимо от того Что там считаешь Или слух Потому что Многие там Вот есть атеисты Которые считают Ой Ты как сам захочешь Так и будет Ничего подобного Я в это не верю Что как ты захочешь Мол так и будет Ну это мое Что то есть Сам ты ничего не можешь Вот что я поняла Ну это к чему К тому что Ну а я знаю Вот то что ты говоришь Да Есть еще другой Вислав Тоже Святой Есть такой Физик Математик Философ Блес Паскал Он сказал такие слова Как же Бог сотворивший нас Без нас Он не может Спасти нас Без нас О чем это говорит Что все равно Без Вот ты говоришь Что мы ничего Не сделаем Но Он разумно сказал Бог сегодня Призывает Но от нас Зависит что Откликнуться Если я сегодня Готов откликнуться Это значит Я готов Примириться с Богом Я готов что-то делать Поэтому А ты бы тоже Много зависела Так я Я вот так вот И хотела сказать Что сама Ты ничего не сможешь Но я о себе говорю Я не о ком-то говорю То что Я сейчас не расскажу Что Там я видела Там Вот Я просто там Не замечала Ну там Как сказать Отмазку себе придумать Что вот Я ни в чем не виновата Там Сама виновата Потому что Я же говорю Что вот Были же примеры Что Я уже видела Что вот Люди же Я бы никогда Не подумала бы Вот о нем Что вот такое Что вот он Тут понимаешь Он верующим стал И вот он Вот И вот Я тоже себе Начала такие вопросы Задавать Юля Почему ты так Вот Обращайся к Богу Там Потому что По-другому Юля У тебя выхода Другого нету Я вот так Вот тебе говорила Но я Знаете Я наверное Даже как-то У меня даже Было такое понимание Юль Наверное Ты еще Там Не нагулялась Ты наверное Ждешь Того Такое было В моих мозгах Ты наверное Ждешь Когда ты останешься Без ног Без рук Тогда ты уже Прибежишь Там к Богу Или там Приползешь Или как сказать Я же попадала В аварию Там тоже Такую конкретную Как я говорю Что там Все в Беларуси Что там В шоке были Что мол Жива осталась Но Бог мне Почему-то дал жизнь Я Я так просто Потом начала Размышлять Но тоже Я тогда Когда Бросила Костыли Встала На ноги Я тоже Сразу Побежала В эту Грязь Да И просто Что Ну Все-таки Ну значит Так надо было Вот эти все Все Бог допускил В твоей жизни Некий такой момент Чтобы ты созрела Этому И когда У тебя пришло Это созревание И вот Когда Я вам говорю Что я жила Пять лет Своим Как Типа Любимым Ну Конечно Мама Там Два брата Еще живут Мы там Себе В одной комнате Просто Жили Ну Он Не муж Мне Ну Жили В грехе Вот Все И Ну Там Что-то Получилось Что Я осталась На улице Ну Там Не важно Что там Как было Но Там Мама Могла Повлиять На то Что Там Последствия Позвались На улице И все Я пошла На вокзал На наш ЖД вокзал И Познакомилась Чемоданы В руки Нет Голобоса Ну Как В смысле В том В чем Одета Все Сказали До свидания Да И вот Я Там Познакомилась Я же Говорю Что Я Не помню По-моему Его Виталик Звали Ну Какой-то Мужчина Там Где-то Ехал Заработков Что-то Там Его Где-то Кинули Как-то Что-то Такое Без денег Ну Я Не Не Знаю Как То Каким То Образом Он Да Мне Там Пирожок Какой-то Купит И Он Мне Начал Рассказывать Что Тебе Нужно Нужно Жилье Ну Я Объясняю Говорю У меня Есть Вообще То Жилье У меня Жесть Мама Папа Там Есть Там Сестра Там Брат У меня Есть Вообще Куда Пойти Но Это Я Так Просто Говорила Потому Что Я Не Могу Допустим У них Семья У них Своя Жизнь Я Им Там Совсем Я Прекрасно Это Понимаю Ну Конечно После Столько Лет И После Столько Так Хорошая Я Знаете Так Меня С Объятиями Ждут И Вот Ну Я Не Помню Там Суббота Воскресенье Он Мне Рассказывал Что Ничего Страшного Не Мал И Он Мне Говорит Что Витбага Есть Церковь Что Там Каждый День Кормят Можно Покушать И Я Пришла И Получается Наверное Суббота Была И Просто Оксана Павловна Наша Диакониса Так Вот Она Просто Сама Мне Задала Вопрос Уже Мы Уходили Но Я Тут Покушала Уходили Она Мне Говорит Вам Жилье Надо Я Говорю Ну Вообще Это Не Мешала Бы Она Мне Говорит Что Придите Завтра Завтра Будет Сонат Тигранович То есть Вы И Вы Поговорите И Все И Я Пошла На вокзал Опять Ну А куда Жи Да И Просто Что Вам Если Интересно Вот Расскажу Как Еще Лукавый Меня Хотел Держать Возле Себя Так Смешно Мелочь Но Не Мелочь Если Задуматься Так По Настоящему Вот Пришло Воскресенье Ну И Там На Три Часа Аж Да И Вот И Этот Виталик Что-то Там Мне Тоже По Моему Кушать И Где-то Он Пошел Его Не Было И Я Стою В Погану Мол Я Говорю Да Погану Он Говорит Пошли Похмелю Я Говорю Ну Пошли Мы Пошли Взял Водки Что-то Закусить И Там Стройка Есть Где-то Там Возле ЖД вокзала Глухомань Такая Знаете Мы Зачем Туда И Ну Я Выпила Типа Полечилась Как Я Тогда Считала И Что-то Он Ко Начал Там Что-то Там Бежать Или Что Я Уже Тогда Там Произносила Слово Боже Какая Дура Че Я Там Там Глухо Как-то Что Там Если Там Задавит И Все И Не Выскочишь Никуда Там Нема Кому Кричать Если Что И Тут Хоп Мужчина Подходит Какой-то Прям Туда К этой Вот Ну С Тут Какие Там Пасутся И Он Вышел Так А я Так Хоп Хоп И Краями Чик Чик И Короче Ушла Оттуда И Пришла В В Этот День И Ну Я Тоже Простите Но Я Не Помню Но Наверное Тогда Вы Сказали Что Ну Чтобы Там Чтобы Меня Там Привели В Порядок Ну Там Ну Так Как Надо Провести Там Гигиену Или Как Оно Называется Там Ну Одним Словом Это Было Когда Девять Месяцев Назад Да Это Столько Прошло Это Прошло Тогда Серьезно Да Это Было 24 Ну Хорошо И Как Тебе Воспринялось Наше Вот Это Житие Наши Тут Наши Правила Без Выпивки Без Ничего С Молитвой Стоешь Молитвой Спишь Я Тоже Хочу Сказать Вот Я Переживала Главное За Сигареты Хотя Вот Тоже У меня После Моей Аварии У меня Нету Обоняния Я Не Слышу Запаха Дыма Ничего Я Не Слышу И Просто Это Уже Была Как То Скажет Привычка Просто Как То Лукавый Наверное Мне Хотел Чтобы Я Была Похожа На Него Чтобы Я Была Такой Деваха Или Как Можно Назвать Юлю Я Переживала За Сигареты Что Ты Можешь Снова Начина Что Не То Что У меня Были Мысли Главное Сколько Я Помню Когда Ты Пришла Я Сразу Поставил Старшим Женочей Комнате Я Специально Поставил Чтобы Для Тебя Было Ответственно Что Ты Будешь Дивиться За Порядком Ты Сама Должна Быть Порядочно Я Хочу Сказать По Поводу Старша Тогда Лиля Была В Комнате И Просто Что У Меня Как Я Понимаю Старше Мы Тут Не Маленькие Девочки Живем Я Вообще Самая Молодая Если На То Пошло Но Кто Должен Отвечать Чтобы Пожара Не Было Чисто Было Порядок Я Не Должна Кому Указывать Рассказывать Ну Как Я Отнеслась К Этому Я Просто Подумала Что Лиля Уже 55 Или Сколько Лет Я Подумала Что Она Старше Ничего Нормального Я Отнеслась Я Просто Так Подумала Как Буду Так И Как Я Переборола Когда Ты Пришла На Покаяние Я Хочу Сказать Что По Поводу Что Для Меня Я Не Сразу Конечно Так Очухалась Через Несколько Дней Я Начала Себе Тоже Задавать Вопросы Я С Богом Разговаривала Я Всегда Разговаривала Ну То Есть Так В Своих Мозгах Ну Так Почему Так Но Задавала Вопросы И Сама Отвечалась На Нех Но Я Себе Просто Начала Понимать И Говорить Что Господи Ты Действительно Мне Вот Помог Вот Как Я Могла Спать Так Нормально Вот Понимаете Я Без Проблем Успала Даже Первую Ночь Вот Когда Я Тут Ночевала Что У Мне Не Было Забот Никаких И Так Может Уйду Там Далеко Но Прошло Немножечко Времени Я Начала Задавать Вопросы Почему У меня Сны Не Снятся Я Переживала Я Думаю Как Это Может Я С ума Сошла Я Думала Что Нормальным Людям Должны Сниться Сны А Мне Сейчас Снятся Чем Нет Мне Не Снятся А Тебе Надо Да Нет Мне Наоборот Не Надо Я Просто Наоборот Потом Поняла Может Ты Не Помнишь Может Быть Дай Бог Может Я Не Помню Но Мне Не Снится Ничего Я Встаю Утром Я Ложусь Я Не Помню Как Я Уснула Я Просынаюсь И Вообще Все Хорошо Ну Это Прекрасно Юля Я Тебе Скажу Что После Водных Решений Прошло Как Мы Сказали Два Половина Месяцев Як Тебе Жизнь Як Тебе Кажется Жизнь Живя Здесь Или Жизнь С Богом Вот Живя Здесь Жизнь С Богом Як Тебе Вот Ты Живешь Здесь С Богом Вот Как Тебе Хорошо Добрый Супер Мне Очень Хорошо Мне Хорошо Душевно Мне Хорошо На Душе По Плоти Я Не Хочу Сказать Что Вау Я Там Довольно Жизнью Плоти Врывается Хочет Очень Я Хочу Сказать Что Не То Что Или Может Я Неправильно Как То Говорю Или Может Быть Разум Вот Почему Я Прошу Мудрости Божьей Мудрости Потому Что Я Размышляю Потому Что Вот Эта Жизнь Она В таком Была Грехе В Такой Была Черной Яме Понимаете Что Я Думала Постоянно Постоянно Был Грех В голове Я Постоянно Я Простаналась Утром Я Хопала Сигарету И Вот Так Начинался Мой День Я Считала Что Вот Это О Или Бац Есть Выпить Это Хоп Значит День Будет Хороший Вот А Теперь Все Это Поменял А Сейчас Я Просто Не то Что Я Не имею Права Осуждать Мне Просто Очень Жаль Вот Я Там Где Работаю Я Смотрю Как Студенточки Красивые Девочки Которые Там Могут Совсем По-другому Жить Которые Курят Пьют И Так Далее Я Просто Вспоминаю Себя Ну Мне Жаль Что Я Потеряла Так Много Времени Много Но Еще Не Поздно Ты Вовремя Оттягивалась Вовремя Остановилась Юля Наше Время Приходит До Закончения У Тебе Прекрасная Минута Обратиться Тем Людям Которые Сегодня Возможно Находятся По Ощуках Бога А Можливо Доверующих Можливо Не знаю Что В твоем Сердце Есть Ты Смотришь На Эту Камеру И Говоришь Что Скажешь Может Ты Хочешь Выбачиться Извините Для Своим Родителям Близким Родным Может Им Хочешь Что-то Сказать Вот Твое Время Ты Можешь Говорить Это Папе Маме Можешь Сказать Прямо Скажи Да Спасибо Большое Конечно Перед Папой Перед Мамой Прошу Прощения На весь Мир Потому Что Я уже Говорила Там Ну Там Как-то Так Не знаю Я хочу Чтобы мама У меня услышала С папой Я верю Что Тяжело Очень Поверить Потому Что Прожив Сколько Лет И Тоже Обещать Что Все 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 А потом Начинать Это Я верю Что Очень Тяжело Поверить Но Я прошу Прощения Опять Также У сестер У брата У всех Прошу прощения Вообще Кого Обидела Там По жизни Вообще Перед Кем Согрешила Прошу Прощения Очень Рада За многих Тоже Моих Старых Друзей О которых Я никогда Бы не подумала Что Не буду Называть Имена Не знаю Тоже Всем Передаю Привет И Когда Кого Встречаю Очень Рада Конечно Ну И Благодарю Бога За все За то Что Я здесь А там Время Покажет Как Бог Даст Так И Будет Я буду Просить Того Чего Мне Хотелось Конечно Да И Не забудь Сказать Что Папа Мама Я люблю Вас И Тем 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 Да Конечно Люблю Папу Маму Очень Люблю Просто Что Я так Не сказать Я воспитана Я так Благодарю Вам Близким Хай Благодарю Рясно Благословить До новых встреч С Богом Твоего Ждет Возвращение Он Не Любит Он Тебя Любовью Тот Ж Как Тогда Хоть Ты В Объятиях Греха Живешь Распутно И Греша В Глазах Небесного Отца И Боль И Сострадание Благодарю Распутно